МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот проект ждали многие. Я даже сейчас реветь начинаю. Более 500 южноуральцев бились за право попасть на операционный стол к знаменитому пластическому хирургу, чтобы изменить свою жизнь. Александр Григорьевич, вы моя мечта. И вот профессор сделал свой выбор. Он наш человек. Десять счастливчиков стали участниками реалити-шоу «Хочу к Пухову». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Григорьевич Пухов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, микрохирург, пластический хирург, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Челябинской областной больницы, почётный гражданин Челябинска. Пожалуй, это одна из самых ярких звёзд медицины всероссийского значения. Среди его пациентов не только известные люди, такие как оперная певица Елена Бразцова, Эдита Пьеха, актриса Элина Быстрицкая и даже космонавт Валентина Терешкова, но и простые люди, которым как воздух нужна его помощь. Её знают все телезрители Южного Урала. 25 лет она на телеэкране. Время идёт, многое меняется. Кто бы мог подумать, что автор и ведущая «Зелёной передачи» Светлана Налютова тоже мечтает стать пациенткой профессора Пухова. Светлана Налётова, 48 лет. Автор и ведущая программы на ОТВ «Зелёная передача». С появлением в кадре молодых соведущих мужчин она стала ощущать себя дамой в возрасте. Стать журналистом она решила в 14 лет и после окончания школы поступила на филфак. На третьем курсе попала на практику в небольшую частную телекомпанию и с тех пор её жизнь неразрывно связана с телевидением. 14 лет Светлана была корреспондентом программы новостей на телеканале «Восточный экспресс» и снимала сюжеты на злободневные темы. Иногда они были настолько остры, что после съёмок ей даже приходилось плакать. Вот у меня самый яркий эпизод был, когда разбился иркутский рейс. Я не помню, в каком-то году, до 2000-х, по-моему, погибла вся семья, осталась только 16-летняя девочка. И мне редактор даёт задание – езжай и бери у неё интервью. На моё счастье, девочка просто закрылась и она нас не пустила к себе. И вот после этого я поняла, что я не хочу больше этим заниматься, я не хочу, грубо говоря, приставать к людям, которые переживают какое-то горе, какую-то утрату. И в этот момент, когда произошло профессиональное выгорание, и на телевизионной карьере хотелось поставить точку, её коллега Светлана Бацан купила садовый участок. Как простой городской житель, она не знала, с какой стороны подходить грядкам, как подвязывать помидоры и постоянно спрашивала советы у окружающих. А вот наша героиня, Света, знала о нелёгкой работе садовода с самого детства. Я была ещё когда маленьким ребёнком, меня сажали в автобус, у нас не было машины, и мы вот ехали, жили на ЧТЗ, а сад был в Чурилово. И всю эту дорогу я рыдала, горючими срезами, люди недоумевали, куда везут несчастного ребёнка, а меня просто везли в сад. И вот поэтому, когда однажды коллега Светлана Бацан предложила делать вдвоём передачу для садоводов и снимать полезные сюжеты для новичков, она решила остаться на телевидении. Мы ничего не понимали толком в садоводстве, и зритель, видимо, увидел вот этот искренний какой-то порыв, что мы такие настоящие, что мы такие вот, мы не корчим, что ли, из себя каких-то очень авторитетных дам, которые всё знают про сад. А наоборот, вот мы с самого-самого начала делали первые шаги, и зритель видел эту искренность в нас. И вот, ну, наверное, людям понравилось, что вот мы такие вот живые, настоящие. Зелёная передача сразу нашла своего зрителя. Популярность двух свет росла не по дням, а по часам. Ведущих узнавали в транспорте, в парке и даже в бане. Спрашивали советы, делились рекомендациями и просили автографы. В этот период никто из зрителей даже не подозревал, что в частной жизни Светланы Налётовой происходит трагедия. Маме поставили диагноз старческое слабоумие. И каждый день в течение четырёх лет Света видела, как угасает самый родной и близкий человек. Нам сказал врач, невролог, когда ставил диагноз, он сказал, вы должны понимать, что вашей мамы больше нет. Что вы теперь имеете дело только с болезнью. Потому что личность, когда она стирается, личность каждый день. Всё это время сильную поддержку оказывал и супруг. С первых дней он согласился перевести тяжело больную тёщу в свой дом и заботиться о ней, пока Света на работе. Мне казалось, что вот-вот, вот завтра он скажет, всё, забирай маму и уезжай. Четыре года войны. Вот у нас была настоящая война с болезнью. Когда человек с тобой через такое проходит, ну, это уже, наверное, точно твой человек. Всегда казалось, что, ну, наверное, он святой человек. Или он меня очень сильно любит. Кстати, появился Дмитрий в её судьбе не случайно. Когда-то подруга целенаправленно познакомила их, пригласив в одну компанию. И это была, вот на самом деле, любовь с первого взгляда. Я посмотрела на него, и я всё поняла. Я сама себе сказала, это мой муж. Всё. С тех пор мы не расставались. Он тоже так? Через неделю я к нему переехала. Двадцать три года. Он её надёжной опорой и поддержкой. Они всегда вместе. Утром он привозит её на работу, вечером забирает. Домашние обязанности распределены. Он любит готовить. Она знает, как включается пылесос. А их главный секрет – единство душ. Они читают одни и те же книги. Вместе работают в саду. Понимают шутки друг друга. Им интересно друг с другом каждый день. А ещё ребят объединяет дочь, которую они ждали много лет. Сейчас Варе двенадцать. Мама и папа её безумно любят и по очереди помогают ей с уроками, во время которых делятся тайными секретами. Один из которых – мамины возрастные морщинки на лице. Светное зеркальце, скажем. Ну, есть к чему стремиться. Мне приятно, что она не пытается быть лучше, чем оно есть. Стареть же тоже нужно красиво. И вот у Светы это получается. Получалось до тех пор, пока в её жизни не появились Максим Новиков и Иван Икунин. Два молодых человека год назад прошли кастинг и стали соведущими Светы в «Зелёной передаче». Вот я иногда думаю, хорошо. Хоть предупреждать надо. Я репетирую. С того момента у Налётовой пропал блеск в глазах. Потому что рядом с ними она вдруг стала ощущать себя старушенцей. Все вот эти вот шарфики появились в моём обиходе только потому, что я вижу, как я старею и как я не очень хорошо выгляжу в кадре. Мне кажется, что мы со Светой примерно одного возраста. Хотя, если честно, я даже не знаю, сколько Свете лет. Сейчас Максим понимает, что в ближайшее время ему придётся быть главным ведущим «Зелёной передачи». А его самое страшное опасение – не узнать помолодевшую Светлану после участия в проекте «Хочу к Пухову». И теперь я переживаю, как бы мне теперь на фоне Светы не выглядеть старым. Но больше всего за нашу героиню волнуется дочь. Варвара переживает за маму и постоянно отговаривает её. Но, видимо, всё-таки понимает, что омоложение необходимо маме для собственной уверенности. Мам, я тебя люблю такой, какая ты есть. Если ты хочешь идти на этот проект, иди. Я тебя не держу. Я тебя буду любить такой, как ты есть. И вот настал день, когда известная телеведущая отправляется на консультацию к Александру Пухову. Она жаждет молодости, но возьмёт ли её доктор в проект будет зависеть именно от этой встречи. Я, конечно, очень волнуюсь. Ну, во-первых, это мастер с большой буквы. Я не хочу как-то ударить их в грязь лицом. И в то же время понятно, что если я буду участвовать в этом проекте, то мне придётся рассказывать зрителям чуть больше личной информации, показывать себя, ну, так скажем, может быть, без косметики, на операционном столе. Вот это тоже вызывает определённую тревогу. Но я думаю, справлюсь. Здравствуйте. Александр Григорьевич, я Светлана. Здравствуйте, Светлана. Проходите, присаживайтесь. Присаживайтесь и рассказывайте, что мы с вами будем делать. Я хочу вернуть былую красоту и молодость. Я могу сказать откровенно, что ещё несколько лет назад я не думала и не понимала, что возраст у меня уже такой, когда, ну, в силу естественных причин у меня лицо... Оплывает, что лицо? Да, подбородок. Мне не нравятся обвисающие веки. Снимите, пожалуйста, очки. Давайте посмотрим глаза. Закройте, пожалуйста, глаза. Открывайте. Посмотрите, сколько лишней кожи на верхних веках. Вот эту кожу надо убирать. То есть сделать это стопроцентное показание для блефоропластики, когда кожа закрывает ресничный край. Посмотрите вверх, пожалуйста. Здесь тоже вот сколько избытка кожи. То есть на меня смотреть надо. То есть вот так вот надо. Лицо должно быть вот так, а здесь веки должны быть вот так потянуты. После таких операций обычно 10-15 дней достаточно, чтобы пациенты вышли на работу. Следы операции не бросались в глаза окружающим. Света, она достойна операции. То есть вот есть операции такие как бы натянутые. Такие, ну, пациенты просят, вот надо сделать. Ну, думаешь, делать, не сделать. То есть такие варианты есть, когда можно отказать, можно сделать. Но у Светы явно выражены возрастные признаки. То есть у нее есть избыток кожи на лице, второй подбородок, избыток кожи верхних и нижних веек. То есть есть абсолютные показания для пластики лица. Важно не волноваться, важно настроиться и важно верить в то, что будет хороший результат, и верить в хирурга, к которому она пришла. Итак, Светлана Налетова становится героиней нашего проекта. Сейчас ей предстоит пройти обследование и уже через день встретиться с пластическим хирургом в операционной. Я выдохнула. Александр Григорьевич оказался очень приятным в общении с человеком, очень простым, без какого-то пафоса. Воодушевило то, что он готов достаточно быстро приступить уже к операциям. Мне вот сейчас нужно сдать определенные анализы. Я думаю, я с этим затягивать не буду, потому что хочется, чтобы побыстрее я стала прекрасной и молодой. Смотрите далее в программе. Звезда телевидения готовится к операции под прицелом камер. День у меня будет прекрасный, потому что я закрою глаза, высплюсь, открою глаза, я буду уже совсем другая, красивая девушка. Четыре часа профессор Пухов будет колдовать над ее новым лицом. Света в свет, я думаю, выйдет недели через две. Но что-то пойдет не так. Почему затянется период реабилитации и падет ли духом Светлана? Оставайтесь с нами. Все только начинается. Итак, героиней нашего проекта «Хочу к Пухову» стала автор и ведущая «Зеленой передачи» Светлана Налетова. Рядом с ней появились молодые соведущие, и она решилась на пластическую операцию. Итак, самый ответственный день настал. У меня, конечно, была бессонница. Я поспала всего два часа. Волнуюсь, не буду ли я под наркозом говорить всякие глупости. Перед операцией каждого пациента осматривают врачи клиники. Анестезиолог должен выяснить, есть ли у Светланы проблемы со здоровьем, которые могут сказаться на эффективности наркоза. Операция будет проходить под общим наркозом. Все это время мы будем спать. После операции вы проснетесь, приедете в палаты. Сегодня у вас будет постельная палата, я решу. Ну, а дальше я вам все расскажу, как себя вести, что при этом делать. Хорошо? Хорошо. Больше мы не пьем, не кушаем. Ну и ждем Александра Григорьевича. Хорошо. На самом деле фотосессия у пластического хирурга – это фотофиксация в мельчайших подробностях, как пациент выглядел до операции. Глазками наверх. Чисто глазками. Глазками вниз. Глазки доходи. Светлана возвращается в палату. Скоро ее позовут в операционную. Осталось немного времени наедине с собой вспомнить прошлое и помечтать о будущем. Но прежде чем она ляжет под скальпель, профессор Пухов должен создать ее новое лицо с помощью цветного маркера. Так, мы запланировали, значит, липосадку подбородка. Угу. Надо брать вот эту часть. Потому что это очень у тебя бросается в глаза. Угу. Вот эту часть надо убрать, чтобы вот так вот получить хороший овал лица. Притянуть эти брыги. Чтобы разгладились носогубные складки. Угу. Вот какое количество кожи надо будет убрать, чтобы открылись глаза. Вверх, смотри. Вот это грыжи выраженные. Тоже надо будет убрать, подтянуть кожу, чтобы не было такого эффекта усталых глаз. Вот разрез на нижнем веке будет вот по нижнему ресничному краю. Я помечаю, где будет разрез проходить. Еще раз вверх. И вот грыжи, которые надо будет удалить. Это внутреннее, срединное и здесь наружное. Вот здесь они четко выражены. Все. Можешь расслабиться. Вот так вот. Сегодня ночью спала? Часа два, наверное, спала. Почему? Волновалась? Ну, я и волновалась. И знаете, все равно там напряжение, они же могут дела закончить по работе. И я в таких размышлениях провела. Все волнуются. Мне просто удивляет. Одна пациентка должна была прийти на операцию. И звоним, и звоним, нет, и нет. А потом дозвонились. Она говорит, я и проспала. Как можно проспать перед операцией? Мне кажется, все привычные люди должны волноваться. Ну, я в пять встала. Это нормальная реакция. Кроме блефоропластики, Светлане сделают и подтяжку лица. Надо будет здесь сделать вот такой разрез, который будет идти по внутренней части уха. Сюда и уходить в область волосистой части. Вот так. Чтобы было так. Как было 15 лет назад. Такого макияжа наша телезвезда на себе еще никогда не видела. Эти линии разметки – план предстоящего оперативного вмешательства. Все, можно уже ничего не делать. Уже и так хорошо. Только Светлана успевает отправить фото супругу, как открывается дверь. Это телекорационный. Анестезиолог погружает в сон свою звездную пациентку. Теперь все в руках профессионалов, которые точно знают – все будет хорошо. Второй подбородок в последнее время очень беспокоил Свету. Ей приходилось носить шарфы, чтобы закамуфлировать это несовершенство. Именно с него и начинается работа. Вот ей обязательно надо было сделать липосакцию, потому что в подбородочной области у нее было избыточное количество жира. Подкожно-жировой клетчатки. Если сделать подтяжку лица, не убирая это избыточное количество жира, то контур лица, овал мы не сделаем его красивым. Удаленные жировые клетки не восстанавливаются. А это значит, что за красоту подбородка Светлане больше не придется переживать. Тем временем врачи начинают работать над новым взглядом молодой женщины. Блефаропластика делается для того, чтобы сделать взгляд более молодым, открытым и для того, чтобы не было ощущения такого усталого вида. Потому что избыток кожи и избыток подкожно-жировой клетчатки, так называемого окологлазничного жира, называют еще его грыжи, они создают вид неотдохнувшего лица, такое, что человек считает себя, как будто он не выспался, устал, и также окружающий с таким же видом смотрит на него. Удаляется избыток кожи, удаляется окологлазничный жир, и тогда взгляд человека открывается. С Вити мы сделали стандартную блефаропластику с удалением избытка кожи и с удалением окологлазничного жира, удалением грыж. И вот теперь одна из самых сложных на сегодня манипуляций – фейслифтинг лица. Как говорят в народе, подтяжка – удаление излишков кожи, придание четких форм. Делается разрез внутри уха, который переходит в область волосистой части головы. Пришлось мобилизовать кожу. С каждой стороны я убрал у нее по 7 сантиметров лишней кожи. То есть в общей сложности – это 14 сантиметров кожи – у нее удалено с лица. Если она будет за собой следить, то, что мы сделали, ей хватит лет на 20. Она повторит лет в 70-80. Четыре часа хирурги трудились над звездой телеэкрана. Узнают ли ее коллеги и близкие? Насколько она помолодеет? Об этом мы узнаем гораздо позже. Для Света сегодня мы сделали такой стандартный объем омолаживающих операций. Примерно в этом возрасте вот то, что надо делать. Это была сделана и репосакция подбородка, сделана верхняя и нижняя блефоропластика и фейслифтинг. То есть подтяжка лица со смазом, с укреплением внутренних структур. Это мышцы, фасы подшивается смаз. Это такая суперфициалис, мускулис, апоневротикус систем. Это мышечная, апоневротическая система в лица. Вот ее надо тоже подшивать мы и все это сделать. Завтра она будет выглядеть не в самом лучшем виде. Вообще после этой операции 2-3 дня у пациента нарастает отек. 2-3 дня это положено, как у всех. Это операционная травма, это такой послеоперационный отек нарастает. Через 2-3 дня отек начинает снижаться. И где-то через неделю, некоторые через неделю даже выходят на работу. Посмотрим. Посмотрим, как после этого будет все происходить. Я думала, что наркоз это будут какие-то полеты восьми наяву. Я не знаю, где-то я окажусь в каких-то там чертогах памяти. Абсолютно этого не было. Просто сейчас, видимо, настолько качественный наркоз, что ты просто реально погружаешься в сон. И потом из этого сна выходишь абсолютно безболезненно. Далее в программе. Первое утро после операции. Свет, он так самочувствует? Глаза у меня уже открываются один очень хорошо. Сколько времени ей понадобится на реабилитацию? В таком виде я хожу по улицам, и никто ни о чем не догадывается. Продолжим через мгновение. Вы смотрите проект «Хочу к Пухову». Телеведущие Светлане Налетовой сделали операцию по омоложению лица. На следующий день она проснулась, еле смогла открыть глаза. Отеки, швы на веках, ну и, конечно, дренажные трубки вокруг головы. Ну, в общем, зрелище не для слабонервных. На что не пойдешь ради красоты. Так, я иду на перевязку. Сегодня у нас у Светы первые сутки после операции. Света, как самочувствие? Хорошо. Еще остаются дренажи, мы оставляем их еще на сутки, потому что отделяемо из полости, которые мы отслоили, их была большая отслойка, отделяемо еще сохраняется. Вот в дренажах еще остатки есть геморрагической жидкости, так что мы еще пока оставим. Так все нормально? Да, я уже встаю. Можно вставать, никаких ограничений в диете нет, можно есть, петь и так начинать с более активный режим. Несмотря на то, что Светлана Налетова известная телеведущая, она не постеснялась записывать видеодневники своего послеоперационного восстановления для нашего проекта. Ну вот сегодня мой первый день после операции, а надо сказать, что выгляжу я гораздо хуже, чем себя чувствую. Чувствую я себе вполне даже неплохо, ничего у меня не болит. Ну, конечно, когда я смотрю в зеркало, то немножко не по себе. Вот эти вот трубки, которые отходят, они, пожалуй, мешают сейчас больше всего. Это специальная дренажная система, вот, глаза у меня открываются, глаза у меня видят, хотя и выглядят, конечно, достаточно такими опухшими, опухшими. Людям, которые меня видят, наверное, не по себе, но, повторюсь, что чувствую я себя вполне даже неплохо. На второй день у нее небольшой праздник – убрали дренажные трубки. Я сегодня побывала на очень хорошей процедуре, на лимфодренажном массаже у косметолога. Очень хорошо мне специалист помог. Я перестала чувствовать такое страшное натяжение кожи. Я когда утром проснулась, мне казалось, что у меня кожа сейчас треснет, лопнет, потому что она была до такой степени натянута. Но вот с помощью специалиста все остановилось. На третий день Светлану не выписывают. Врачи решают еще понаблюдать пациентку в стационаре, потому что дома она из пациентки превратится в хозяйку. А это чревато для свежих швов. Как видите, выгляжу я, ну, естественно, по-прежнему устрашающе. Тем не менее, глаза у меня уже сами открываются без всякой посторонней помощи, без усилий. Понятно, что появились синячки, еще не совсем спал отек. Но это вполне нормальная такая ситуация для моего состояния, для той операции, которую я перенесла. На пятые сутки Свете сняли швы с глаз. И она уже вовсю шутит над своим внешним видом. Левая сторона лица абсолютно уже красивая, если не считать небольших синяков. Я сама себе называю вот так вот крошечка, ну и, соответственно, хаврошечка. Спустя неделю Светлану выписывают домой. А на 11-е сутки она приезжает в клинику, чтобы профессор Пухов снял ей все оставшиеся швы. Сейчас еще останется вот здесь отек. Изгнать, так сказать, все, и я буду красавица. В таком виде я хожу по улицам, и никто ни о чем не догадывается. А еще через несколько дней она вернулась в клинику профессора Пухова, чтобы отблагодарить его за свое счастливое будущее. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здрасте. Я к вам не с пустыми руками. Ну, я вижу. Я же все-таки зеленая передача, так что вот этот полезный продукт. А это съедобное? Это все съедобное, все выращено у нас, экологически чистое. А вы что? Кое-что даже на моем собственном участке с мыслями о вас. А я думал, может быть, пластмассовое? Нет, нет, все настоящее. Вы только съешьте, не берегите, а то... Ну, конечно, съедим. Постепенно. Да, постепенно. Вам спасибо огромное. Спасибо. За мою красоту и молодость. Да, ты вообще красотка. Наш труд был вложен в тебя недаром. У меня приезжала одна курсница, которая живет в другой стране. И она мне сказала такую фразу. Она говорит, Светка, почему ты не меняешься? Я знаю, что я менялась. Она говорит, ты совсем не меняешься. Так что вот это тоже очень дорогой комплимент. Тем более от женщин, которые, как правило, завидуют и не говорят комплименты друг другу. Мужчины должны говорить, видишь, я тебе женщина. Ну, ты не в ту компанию попал. В правильную мужскую компанию Светлана Налетова попадет, когда будет полностью готова. Ее два молодых соведущих все лето работали вместо нее в кадре. Ну, а пока мы продолжаем менять нашу коллегу и занимаемся ее здоровьем глаз и улыбки. На окружающий мир через линзы очков Светлана смотрит с 10 лет. После 40 зрение продолжило ухудшаться. Теперь главный телевизионный специалист в сфере садоводства и ландшафтного дизайна совсем плохо видит вблизи. Ей предстоит пройти стандартное обследование. На современном оборудовании исследует степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Затем ей проводят визометрию, чтобы выявить, насколько хорошо Светлана видит даль. 5, 8, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 8, 9. Все эти манипуляции позволяют наиболее эффективно и быстро определить наличие проблем со зрением. И уже с этими результатами наша героиня попадает в руки врача-офтальмолога. Вы всю жизнь проходили в очках, то есть без очков вы себя не представляете. Про лазерную коррекцию кто-либо когда-то предлагал? Мне лично не предлагали, предлагали моему супругу, у него минус посерьезнее. И в принципе, конечно, я понимаю, что лазерная коррекция, она значительно облегчает жизнь близоруким людям. Они смогут снять очки. В принципе, для меня это был бы интересный опыт. Но прежде чем понять, нужна ли лазерная коррекция, пациентки делают дополнительные обследования. Светлана, сейчас мы провели обследование, которое называется оптическая конкурентная томография. Правый глаз по результатам обследования у вас абсолютно идеальный. На левом глазу есть минимальные изменения. Эти изменения нужно отслеживать, но не так часто, как пациентам более возрастного периода, скажем. Вам достаточно раз в три года проходить это обследование. Есть такие препараты, содержащие лютеин, цинкзиоксантин и чернику. В вашем случае можно обойтись народными средствами. И тут известному садоводу области доктор прописывает шпинат и красные овощи. Оказывается, в этих продуктах содержится большая концентрация лютеина. Например, в двух столовых ложках приготовленного шпината примерно 50% дневной потребности полезного для глаз пигмента. И по результатам проведенных обследований лазерная коррекция Светлане не нужна. Вы очки для дали снимете, но, возможно, у вас появятся очки для близи. Если для вас это критично, то не стоит выполнять данный вид коррекции. И, в принципе, очки вам очень идут к лицу и достаточно симпатично на вас сидят. Светлана удивлена озвученным вердиктом. Она была уверена, что ей назначат какое-то лечение или операцию, но, оказывается, не во всех случаях необходимо вмешательство врачей. Светлана, всего вам доброго. Увидимся с вами еще через несколько лет. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Теперь поработаем над звездной улыбкой. Все мы знаем, что на зубах со временем образуется налет и зубной камень, от которых воспаляются и начинают кровоточить десны. Как только Светлана пришла в клинику, ее сразу же направили на диагностику, во время которой современный цифровой интеллект показал все проблемные места. А врач-ортодонт составил индивидуальную программу лечения. Первым этапом, с которого мы должны начать, это провести парадонтологическую гигиену, в ходе которой нам очистят все участки, снимут воспаление со стороны слизистой. Следующий шаг – это будет лечение зубов. У Светланы сверху и снизу прорезались зубы мудрости. Они стали причиной смещения зубных рядов и неправильного контакта верхней и нижней челюсти. Третьим шагом будет удаление зубов мудрости для того, чтобы обеспечить место, куда мы будем расправлять уже смещенные зубы, получать правильный контакт. Но на этом план ортодонтов не заканчивается. Когда будут проведены три этих важных этапа, Светлане необходимо установить на зубы брекет-систему, которая изменит положение и форму зубных рядов. Наша героиня удивлена, ведь с брекетами на зубах обычно ходят только подростки. Не поздновато ли ей так сильно помолодеть? Ортодонтии все возрасты покорны. Но на самом деле перемещение зубов возможно абсолютно в любом возрасте. И это наоборот благоприятно для создания правильных контактов, чтобы зубы дольше функционировали и ваша улыбка сохранялась. Светлана готова начать долгий путь к идеальной улыбке уже сегодня. И поэтому сразу же отправляется к врачу-гигиенисту. По пути признается, что не была на профессиональной чистке уже несколько лет. И жалеет об этом с первой минуты. Потому что оказывается, что современная гигиена зубов – это приятное времяпрепровождение. Пациенту предлагают меню заботы с дополнительными услугами. Пока врач трудится над здоровьем и белизной зубов, ей сделают парафинотерапию, массаж рук. А в ушах будет звучать не тот самый знакомый звук зубного кабинета, а приятная медитация из наушников. И пока она наслаждалась этими приятными бонусами, врач-гигиенист сделала свою работу. Держите зеркало, можете посмотреть результат. На несколько тонов зубы становятся светлей. Да. Спасибо. Счастливая и даже отдохнувшая Светлана готова к следующему этапу преображения. Далее в программе. Финал проекта на модном подиуме. Перед тем, как подниматься по ступеням на подиум, у меня начнут трястись поджилки. Оценит ли новый образ Светланы ее дочь, которая была против участия мамы в проекте? Что скажет один из соведущих Светланы, из-за которого в том числе она и отправилась на пластическую операцию? Оставайтесь с нами. О, кто к нам идет? Так это же звезда. Да ты что? Это Светлана. Я ее знаю очень много лет. Здравствуйте. Я не представляю, как летний сезон без тебя, потому что, наверное, ты его пропустила. Ну да, я примерно на два месяца выпала, так сказать, из графика. И в собственном саду я ничего не делала, потому что было просто нельзя работать на солнце и в наклон. У меня муж бедный бился на грядках. Мои зрители немножко переполошились, куда я пропала. Но... Но... Я буду прекрасно, хороша, молода. Вообще в урор. Так, ну я начну с волос, да? Светочка, ну что я могу сказать? Мне нравится, как ты обросла за это время. Ты же всегда с очень короткой стрижкой, да? Сейчас тоже короткая стрижка. Но мне нравится, что есть... Короткая, как раньше. Да, но не такая короткая, как раньше. Поэтому давай держись еще немного. До преображения осталось совсем чуть-чуть. Мы с тобой что-нибудь похулиганим. Да, давайте хулиганим, покреативить, похулиганить. Светлана, а вам вот удобно ходить в этой одежде? Ну знаете, я выбираю одежду практичную, потому что я часто бываю в садах. Мне нужно что-то достаточно легкое для того, чтобы в жару было комфортно работать. И всегда брюки. Ну хотя я понимаю, конечно, что как любой женщине мне идут платья и юбки, но у меня их не так много в гардеробе. Ну вот исключительно по этой причине. Если вы хотите меня одеть в какое-то роскошное платье, я буду только рада. Да, я вот уже вижу, во что я вас хочу одеть. Но я вам этого не скажу. Ну, естественно. Да, это будет интрига. Но уже, да, образ нарисовала. Доверяю вашему профессионализму, ну и вашему вкусу и стилю. Благодарим. А мы с Натальей постараемся сделать все, что от нас зависит. Чтоб ты удивилась. Я удивлюсь. Я уверена. Работаю над коллекцией одежды для героев проекта «Хочу к Кухову». Мне хотелось одеть их в какие-то трендовые цвета. А это черно-белая гамма. В 2024 году она будет на пике популярности. И анималистический принт, он всегда в моде. И в том числе в 2024 году он будет также присутствовать. Ну что, зрители «Зеленой передачи», готовьтесь. Такой вы меня еще не видели. Итак, после операции Светланы Налетовой прошло три месяца. Рубцы зажили, отеки сошли. И сегодня Светлана готова предстать перед большой аудиторией на ежегодном параде моды на Кировке. Перед этим нужно лишь только заглянуть в салон красоты. Студия красоты Натальи Тюниной готова заняться подготовкой нашей героини к выходу на подиум. Удивить звезду телеэкрана непросто, но я надеюсь, что у нас получится. Светлана! Привет! Привет! Наконец-то! Ура! Конечно! Заходи! Давно не видел. Ты с нарядом? Да. Это подиумный наряд. Ой, как интересно! Это известно, визально. Как интересно! Ну что, будем тогда ваять что-нибудь такое же необычное, яркое? Ну, тебе я доверяюсь полностью. Я тебя давно знаю. И уверена, что ты сделаешь меня еще прекрасней. Я постараюсь оправдать. Пойдем. Пойдем. Наталья Тюнина, челябинская селебрити в сфере красоты. Золотой призер чемпионатов России по парикмахерскому искусству. Стилист международного класса, амбассадор модных тенденций. С нашей героиней они знакомы много лет. Светлана является постоянной клиенткой студии и часто перед своими эфирами пользуется услугами салона. Для Светланы мы сегодня сделали модный холодный блонд. Мы ее осветлили, протонировали очень красивый оттенок, такой пепельно-перламутровый. Откорректировали стрижку и сделали укладку в стиле мокрых волос, такой легкой волны. Сейчас это очень модно. И самое главное, к ее очень яркому, необычному ансамблю этот образ подойдет. Поэтому я думаю, что на сегодня всех удивит. А вот за работу принимается визажист. Яркой женщине требуется яркий макияж. Безусловно, главную работу для красоты нашей героини сделал уже профессор Пухов. Но для вечернего мероприятия просто необходимо добавить яркие акценты. Светлана Налетова пришла в наш проект, чтобы выглядеть как настоящая звезда экрана. Профессор Пухов выполнил операцию полипоксации подбородка. И теперь наша героиня может позволить себе показаться на публике без шарфиков и платков. В лифропластика век открыла взгляд Светланы. А подтяжка лица помогла ей избавиться от возрастных изменений. Восхитительная, молодая, уверенная в себе, Света готова отправиться на модный подиум и предстать перед своими друзьями и близкими, а также зрителями ежегодного шоу. В этот день Челябинск отмечал свой день рождения. В честь дня города на главной пешеходной улице выстроен подиум под открытым небом. Креативные дизайнеры представили свои модные коллекции. В одном из дефиле участвует и наша героиня. В новом образе и костюме, который шит специально для нее дизайнером Еленой Андреевой. В новом образе я, безусловно, ощущаю себя превосходно. Я нисколько не сомневалась, что команда Натальи Тюниной, она всегда на высоте. И в очередной раз меня немного удивили моим мейкапом, моей прической. Мне очень нравится, самое главное, что понравилась моей дочери Варваре. Варвара Налетова – главный критик мамы. И, конечно же, пришла на этот показ, чтобы поддержать маму, которая уже не в первый раз участвует в таком модном дефиле. Первый раз я буквально в обмороке лежала. Я совершенно не помню, что я делала на позе. У меня, вроде, сказали, все в порядке. Сейчас я не так сильно волнуюсь, но я точно знаю, что перед тем, как подниматься по ступеням на позе, у меня начнут трястись поджилки. Надеюсь, что зритель этого не увидит. И вот ведущий показа мод объявляет выход нашей героини. Одной из героинь проекта Качук-Пухову стала актор и ведущая популярной программы для садоводов «Зеленая передача» Светлана Налетова. Самое дорогое в ее жизни – это семья. Мало кто знает, что она очень любит фильмы ужасов, скотинавские сериалы и мультфильм «Бухной пары». Давайте поздравим очаровательную ведущую. Громкие реолации, ведь у нее сегодня финальный день проекта. А в это время за сценой и за свету переживает ее супруг, для которого новый образ действительно новый. Ну как, Дима? Триумфальное возвращение телеведущей Светланы Налетовой к своим зрителям состоялось. Счастливую героиню встречают муж и дочь. Ну я ее даже сегодня не узнал, скажу честно. Такое незабываемое событие, да. Варь, ты не хотела, чтобы мама шла в проект? Какие эмоции сейчас? Ну, мама очень сильно изменилась. Как характером, так и внешностью. Очень красивая, очень молодая. А на подиуме как я ходила? Очень красиво, вы прекрасны, я с тобой крушусь. Спасибо, дорогая. Поддержать Свету пришли и коллеги, среди которых Максим Новиков, один из соведущих Светланы по «Зеленой передаче», ради которого она и решилась на пластическую операцию. Ты так хороша, конечно, Света. Да? Лучше, чем в пророчке у нас выходили. Краш. Краш? Как вам, коллега? Шикарно, преобразилась, стала молодая. Сексуальная. Яркая, красивая, уверенная, она и была уверенная, стала еще увереннее. Просто звезда. Невероятно эффектная девушка, которая достойна всего самого лучшего. Вы слышали? Молодая девушка. Это тот самый комплимент, ради которого Света пережила четырехчасовую пластическую операцию и несколько месяцев реабилитации под постоянным контролем профессора Пухова. Александр Григорьевич, я вас очень люблю, я очень вам благодарна за ваш профессионализм, за ваши прекрасные золотые руки, за ваше участие не только в моей судьбе, но и, получается, в судьбе и в жизни моей семьи и моих друзей. Огромное спасибо вам и вашему коллективу. Ну и самое главное, Варвара Налетова, дочь Светланы, которая с первых дней была против того, чтобы мама шла на операцию по омоложению, сегодня увидела ее счастливой и поняла, как важно женщине за сорок ощущать себя молодой и красивой. Сегодня молодая девушка испытала гордость за свою маму. Как мама выступила? Очень прекрасно, я огоршусь ей. Сама хочешь на сцену? Да, я хочу поступить модельно и как бы стать звездой. Когда он появился у нас на кастинге, молодой, стройный, улыбающийся, никто даже не мог подумать, что под одеждой скрываются килограммы лишней оббившей кожи. Раньше на меня смотрели, ничего себе, какой ты полный, а сейчас на тебя смотрят, ничего себе, он похудел. Надо убирать. Доктор Пухов провел наисложнейшую операцию, за которую мало кто из хирургов бы взялся. Операция шла пять часов. Пять часов с тем еще условием, что в операции участвовал пять хирургов. Сам Владимир еще находится в шоке от того, что произошло в его жизни за последнюю неделю. Ему до сих пор кажется, что это сон, что все происходящее – это не с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова